Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня важное видео инсулинорезистентность. Причина ее возникновения, все ее симптомы, а также основной путь устранения последствий инсулинорезистентности. Из данного видео вы узнаете, что же такое инсулинорезистентность, как и от чего она возникает, и к чему приводит, и как уберечь себя от этого состояния. А в конце этого видео я перечислю 21 пункт. Это признаки инсулинорезистентности. И если у вас есть хотя бы два из них, то у вас точно есть это состояние. Итак, начинаю. Инсулин – это гормон, который синтезируется бета-клетками островков Лангерганса поджелудочной железы. Выйдя из поджелудочной железы и в конечном счете попав в кровь, он помогает глюкозе проникнуть во все клетки нашего организма для обеспечения их энергии, в том числе клетки мышц. Но снаружи всех клеток есть рецепторы, открывающие пути проникновения глюкозы в клетку, увеличение потребления с пищи сахара и вообще всего сладкого на вкус больше той меры, которую синтезирует сам организм из любой пищи, белков и жиров, приводит к избытку инсулина в крови. А это состояние называется гиперинсулинемия. Повышенный уровень инсулина опасен для сосудов и вообще для всех клеток и тканей организма. А хоть запас прочности у всех людей разный, но наступает момент, когда, чтобы защититься от лишнего инсулина, клетки блокируются своими рецепторами и тогда инсулин не проходит в них. В результате этого клетки, не получив глюкозу, голодают, но в крови скапливается большая концентрация инсулины и такое состояние уже называется инсулинорезистентностью, то есть невосприимчивостью клеток к инсулину. Большое количество глюкозы, которую инсулин из-за блокировки рецепторами клеток не может провести в них, скапливаются в крови, то есть в крови повышается сахар, и тогда инсулин проводит сахара в жировую ткань, превращая эту глюкозу в жир, что постепенно приводит к ожирению либо подкожному, либо висцеральному, то есть внутренних органов. Запомните, лишний вес бывает не из-за жиров, а из-за сахаров. Ожирение еще больше повышает уровень инсулина, возникает замкнутый круг. Постоянно повышенный сахар в крови организм контролировать и утилизировать не может, а при таком продолжающемся питании на высокоуглеводистой диете, которое сейчас наблюдается у 95% людей, бета-клетки быстро истощаются, и они снижают общую выработку инсулина. В результате, если вы срочно не измените свое питание, то высокий уровень глюкозы в крови, сопротивление к инсулину клеток и уже низкая выработка инсулина из-за истощения бета-клеток поджелудочной железы сообща приведут к массе проблем со здоровьем. При такой тренировке, так сказать, объем и число островков Лангерганса снижается, инсулина становится меньше, и сахара в крови становится сильно больше нормы. И это состояние есть сахарный диабет второго типа. Но предшествует этому преддиабетозное состояние, а начинается все с инсулинорезистентности, возникшей в результате долговременной диеты с высокими сахарами, недостаточной подвижностью и вредными факторами среды и образа жизни отдельно взятого человека. В наши дни инсулинорезистентность есть у 95% населения, а любая усталость и недомогание списываются обычно людьми на тяжелую их работу, мол, перетрудился. Впрочем, скоро вы услышите все явные, четкие признаки инсулинорезистентности. Так что же делать? Как выбраться из этого состояния и не убивать себя раньше времени? Как побороть инсулинорезистентность и тем самым вы лечите диабет второго типа, у кого он, конечно же, есть? Об этом вы узнаете из моих видео на моем YouTube-канале про интервальное питание, кетопитание, калории, раздельное питание и видео про связь сахара и рака. А под теми уже видео будут ссылки на иные важные материалы, из которых вы поймете все необходимое, и будете знать эту тему лучше многих врачей. Предупрежден? Вооружен? Если вы сейчас смотрите данное мое видео на моем YouTube-канале, то под этим видео будут ссылки на самые важные видео по данной теме. Изучить их непременно. От этого зависит ваше здоровье и здоровье ваших детей и ваших близких. Итак, если человек мало двигается, у него живот в складках, рыхлый живот, плохая память, он все время уставший, апатичный, раздраженный, у него тяга к сладкому и перекусам, то у него точно есть инсулинорезистентность. Знайте это. Каковы же признаки того, что у вас уже есть это самое состояние инсулинорезистентности? Да, не забывайте, дорогие товарищи, что у меня есть второй канал «Жизнь на земле», и если кому-то будет это интересно, подписывайтесь на него. Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Продолжаю. Другими словами, вы сейчас от меня услышите те симптомы, которые четко и ясно говорят, что вы потребляете много углеводов, простых сахаров, сладкого, другими словами. По крайней мере, больше, чем ваш организм в данное время может безопасно переработать в энергию. И это истина. И еще очень важный акцент. На все те пункты, которые вы сейчас услышите, у меня есть видео на моем канале в Ютубе, и мы будем сразу их рекомендовать вам смотреть. То есть я перечисляю пункт, а вы видите обложки видео, которые я рекомендую вам смотреть, и они все по ссылочкам будут в описании под этим видео. Если хотя бы два пункта из 21 мною перечисленного у вас есть, значит у вас есть точная инсулинорезистентность, и вам не стоит терять дорогое время впустую. Первый признак. Если у вас есть походы в туалет по ночам. Второй признак. Постоянно вы испытываете чувство голода, и постоянные у вас перекусы и желание перекусить. Третий признак. Вас тянет в сон после еды, после обеда, как в той идиотской пословице после сытного обеда полагается поспать. Ну, соответственно, то есть классика. У вас нет насыщения после еды. И неудивительно, просто у вас происходит энергетическое голодание клеток при инсулинорезистентности, поскольку глюкоза в клетку не проникает. А другой путь, китоз, альтернативный для получения нашими клетками энергии, у вас не работает, так как вы потребляете сладкое. Также вы быстро устаете во время тренировок, работы, быстрее, чем, скажем, в 20 лет, если вам сейчас всего 40-50. А это ненормально. Многие даже как бы отмазываются от своей совести и разума. Ну, что вы хотите, возраст? Говоря о 40-50 годах, это просто стыдно. Тут сразу посмотрите хотя бы мое видео про Махмуда Ивазова, который в 147-148 лет работал. Может быть, так, как вы сейчас не работаете. Четвертый признак. У вас высокий уровень сахара в крови от 70-80. Или есть преддиабетозное состояние, ну, либо диабет. Тут все ясно, в любом случае у вас есть инсулинорезистентность. И убрать эти болезни, более серьезные, можно только устранив эту самую инсулинорезистентность. То есть, изменив обменные процессы. Но пока вы едите сладкое, это сделать будет невозможно. Поэтому и считается, что диабет не лечится. Потому что ничего принципиально вы не меняете. А имеется в виду не только сахар в рационе питания, сахара. То есть, синтетический сахар. А имеется в виду все то, что на вкус сладкое. Вы эту разницу понимаете? И если из всех продуктов выжать сахар, который в нем содержится, то в течение суток все то, что вы едите, в этой пище не должно быть сахара, глюкозы, фруктозы, если выжать ее, не более 20-25 грамм в сутки. Вот о чем идет речь. И неважно, какой это продукт. Яблоки, мед или что-то иное. Не более 20 грамм глюкозы и фруктозы в сутки из всей съеденной за эти сутки пищи. Вот главный принцип. Пятый признак. У вас высокий инсулин и высокий индекс инсулинорезистентности. Проверить это легко можно, сдать анализы. Шестой пункт. У вас тяга к мучному и к сладкому. А еще некоторые говорят, организм просит. Ну-ну. А у наркомана организм героина просит. А у алкаша бухла. Так что никогда не говорите, не повторяйте это глупости, что организм что-то там просит. Седьмой признак. Потеря мышечной массы, коллагена. Болят суставы. Восьмой. У вас жирная или фиброзная печень. Проблемы с печенью любого рода. Девятый признак. У вас есть подкожные жиры или висцеральные, то есть внутренних органов. Излишний вес. Но не мышечная ткань излишняя, а жировая. Десятый признак. У вас высокий холестерин, высокие триглицериды, низкие липопротеины высокой плотности и высокие липопротеины низкой плотности. Одиннадцатый. У вас артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление. Артерии теряют эластичность. Двенадцатый пункт. У вас есть какие-либо доброкачественные опухоли, например, кисты. Может быть, у вас папиломы, фибромы, полипы и другие доброкачественные опухоли. Тринадцатый пункт. У вас синдром поликистозных яичников. У вас может быть повышенные андрогены. Могут быть акне и другие проблемы с кожей. Четырнадцатый пункт. У вас темные складки на шее в паху и есть закисление организма. Пятнадцатый. У вас апноэ. То есть бывает остановка дыхательных движений во время сна при гипервентиляции легких. Но это бывает из-за частого учащенного и глубокого дыхания, когда уровень углекислого газа снижается ниже нормы и тогда дыхание может останавливаться. Шестнадцатый пункт. У вас воспаления всевозможные, любые, и боли, начиная от артрита до отита. Все, что кончается на ит, как правило, это проблемы грибкового характера. Ну и вообще, если у вас есть грибковые, любые поражения кожи или кишечника, начиная от системного кандидоза до каких-либо псориазов. Семнадцатый пункт. У вас плохая память, может быть слабоумие, старческая деменция, затуманенность сознания, низкая концентрация внимания и тому подобное. Восемнадцатый пункт. У вас медленный метаболизм. Вы не можете похудеть даже при интервальном голодании 6-18 с низкокалорийной диетой. Сразу скажу, что тогда вам из этого состояния надо выходить, разумеется, используя правильное и адекватное питание, питаясь раз в полтора дня или даже раз в два дня. Это временно, пока вы раскачаете свой медленный метаболизм. Девятнадцатый пункт. Вы не усваиваете многие нутриенты, витамины, минералы. В таком случае у вас либо синдром дырявого кишечника, возможно, дисбактериозные различные состояния, либо синдром избыточно-бактериального роста. Двадцатый пункт. У вас состояние стресса. У вас повышенная раздражимость на все. Оттуда, возможно, недосыпы, трудно расслабиться, головокружение при быстром подъеме, скажем, с кровати, с дивана. И пункт двадцать первый. Низкий тестостерон. А теперь подведем итоги. Кстати, у кого из вас есть кошки и собаки, непременно посмотрите вот это мое последнее про них видео. Для того, чтобы наладить здоровье, убрать инсулинорезистентность и болезни от нее происходящие, непременно смотрите вот эти мои видео, о которых я говорил выше, и не только эти, но я дам более полный список для изучения. То есть ссылки, которые будут под этим видео. И проявите, пожалуйста, свой небольшой труд, направленный на укрепление своего же здоровья. Уберите свою лень и свое безразличие, и свой скептицизм. Они вам точно не помогут. Законспектируйте вот эти все мои видео и применяйте полученные знания для себя и для своих близких. Ну и, конечно, поддержите мой канал и мой немалый труд. Поставьте лайк за это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и делитесь, конечно, ссылками на мое это видео и другие мои видео со своими друзьями и близкими в соцсетях обязательно. Оставляйте свои комментарии, ведь именно они продвигают видео. Не ленитесь этого сделать. Хотя бы пару слов напишите под этим видео. Ведь эта информация и мой труд, это, по сути, ведь общее наше дело, если мы не безразличны к своим окружающим, близким, друзьям, коллегам, и хотим, чтобы и мы сами, и они были здоровыми людьми. А мои видео как раз объясняют то, как устроен наш организм, как он функционирует, откуда появляются болезни, как они протекают и что нужно сделать, чтобы эти болезни убрать. Предпосылки, то есть причины и первопричины этих болезней. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok